Трактор Аминского тракторного завода 80-ки, 82-ки, это рабочие лошадки, в которых заложен огромный ресурс. Часто можем встретить таких 15-20-летних ветеранов, которые продолжают приносить пользу и работать в хозяйствах. Со временем встает вопрос о увеличении комфорта оператора, о обновлении какого-то трактора. И, соответственно, на рынке востребована такая услуга, как замена кабины. Группа компаний «Белагра» предлагает такую услугу. Мы предлагаем замену как на стандартную кабину УК, так и на малую кабину МК. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот клиент обратился к нам по поводу трактора. У него сгнила кабина. Предложили, то есть или ремонт полный, но это как бы очень дорого, и проблема снимется на год-два. Все это гнилье, и мы предложили ему поменять кабину. Проблемы вон, везде. То есть это замена, внутри тоже там все, все уже. Вот это все, это лонжероны, все это покрытие. Вот эти стойки задние. Аккумулятор совсем уже вываливается, вот чуть-чуть, и все, уже могло бы получиться авария. Или замкнет, или сгорит, или что. Конечно, он поработал, попал, попал, поработал. Хорошо, старичок. Мы его решили обновить и сделать новым. Еще поработает и поживет. Субтитры сделал DimaTorzok Применение малой кабины позволяет достигнуть сразу двух результатов. То есть либо у заказчика есть технологическая необходимость работ в помещениях с низкими проемами. Это могут быть фермы, какие-то цеха с низкими проемами. Кроме того, а может быть и в первую очередь, учитывая, что трактора ветераны, и даже весьма платежеспособные заказчики в последнее время предпочитают оптимизировать свои затраты. Установка малой кабины позволяет заказчику существенно экономить денежные средства до 50% в зависимости от комплектации, которую выбирает заказчик. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Мы поставили другую кабину. Параллельно мы заменили капот, обновили полностью покраска. Мы тоже производим регулировка тормозов. То есть подготовили трактор полностью к техническому осмотру. Мы довели трактор практически до нового состояния. То есть можно, опять же, его пускать в работу, если он раньше. То есть страшно было на нем работать и опасно. И для тракториста, и для окружающих. То есть сейчас мы довели его, и все у него прекрасно. На этих кабинах мы поставили печки. Можно ставить, опять же, дополнительную печку для обогрева. Можно ставить дополнительно кондиционер. Это предусматривается технически. Ну и пускать в работу. То есть мы обновили трактор до нового состояния. И это получилось гораздо дешевле, чем покупать новый трактор. И гораздо практичнее. То есть мы могли, предложили клиенту восстановить ту кабину. Это было бы дорого, потому что пока восстановишь. Ну и на года два-три мы бы протянули его жизнь. А это уже практически новый трактор. И жизнь уже продолжается в работе. Полностью процесс заменить, снять кабину, заменить. И если там проводка, все хорошо. Вот в этом тракторе много нюансов с проводкой. То есть электрик сейчас делает, восстанавливает что-то, что-то новое вешает, что-то дополнительное вешает. А так все, в течение недели мы меняем кабину. Дорабатываем и меняем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова